Здравствуйте дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале на YouTube, посвященном различным вопросам юриспруденции. В данном видеоролике я хотел бы поговорить о таком вопросе, который очень насущный на сегодняшний день, сейчас февраль 2014 года, это валютные кредиты. Есть люди, которые взяли валютные кредиты, еще это было все до 2008 года, когда еще курс был 5.05, когда еще все было хорошо, и до всех этих кризисных явлений, которые были в 2008-2009 году, и естественно до того ужаса, который сейчас у нас происходит в стране. Что таким людям делать? Я хотел бы поделиться моим мнением, моими мыслями, как вообще бороться, выходить из этой ситуации на сегодняшний день. Я в принципе снимал достаточно уже видео на тему кредитов, как не платить и так далее, постараюсь как платить, что вообще делать, есть какие законы, я постараюсь дать ссылки где-то в этом видео на них, чтобы вы могли посмотреть, если будет необходимость. И все-таки вернемся к нашей теме, к валютным кредитам. Ну, к примеру, вы взяли валютный кредит, 1000 долларов, в месяц у вас платеж был, это был 2007-2006 год, вы платили, платили, даже вы пережили вот это повышение, когда доллар стал 8, тоже вы это пережили. Сейчас уже на сегодняшний день, я сколько знаю, доллар 25 гривен, получается, стоит. И я так понимаю, что мне кажется, что это не предел, исходя из того, что наше правительство ворует, ворует деньги, воруют вот эти, там был какой-то золотовалютный резерв, насколько я знаю, там все украдено практически. Кредиты все воруют, и, грубо говоря, долларов в стране у нас нет практически, и стоимость гривны, соответственно, падает, долларов очень мало, и соотношение доллар-гривны, гривна падает, доллар растет. Вот что у нас происходит на сегодняшний день. Значит, что хочется сказать, вот такая вот огромная на сегодняшний день сумма, вам надо ее оплачивать. По 25 тысячу долларов, это 25 тысяч гривен, как я понимаю, на сегодняшний день. Платить, естественно, нещего, я так понимаю, но много у кого такая ситуация. Что делать, я считаю? Надо взять на сегодняшний день, просто перестать платить этот кредит. Потому что ситуация, я считаю, сейчас такая, что надо покупать продукты, оплачивать коммунальные. На сегодняшний день есть целый ряд механизмов, которые защитят вас от того, чтобы квартиру у вас изъяли. И не платить. С банка там, конечно, будут звонить, но если будут звонить, можете просто поменять карточку, если хотите. Писать письма угрожающие, может даже в суд на вас подадут, но это их дело, пусть подают. Что надо делать параллельно с тем, что не платить, вот мое мнение. Надо брать, идти в банк, писать заявление, что у меня есть такая-то сумма в месяц, я готов оплачивать, например, по курсу 8, 10, 11, 15, я не знаю, какая у вас есть возможность, 5, и писать, что прошу рассмотреть, поменять договор и так далее, новое доп. соглашение или новый договор сделать, где поменять сумму в связи с этой ситуацией в стране. И сослаться еще при этом на меморандум НБУ, о котором я тоже говорил в других видео, который дает право, как бы, ну, он не является законом, но где-то для банков он имеет силу, в том плане, что там говорят, что по 8 надо пересчитать. Я бы так бы и сослался, что по 8 платить и так далее, и написать это заявление. Если банк не будет, ну, реагировать никак, ну, это их не проблема. Я, насколько понимаю, сейчас, наверное, кроме моряков тех же самых, и не знаю, каких-то, кто ворует деньги государственные, наверное, не сможет эти кредиты оплачивать, потому что, ну, доллар и гривна, все-таки мы все здесь в гривнах зарабатываем, в Украине в основном, в большинстве своем, а в долларах нету. И, в общем, ждать, ждать, писать им эти письма, пусть они пишут ответы, пусть они пишут, ходить договариваться, месяц, два, год, не знаю, сколько это займет времени, договаривайтесь. Потому что я считаю, что 25 это для доллара не предел, он будет и 40, и 50, мое мнение, с таким воростом, как в нашем правительстве происходит, то выхода другого нет, кроме как договариваться. Я думаю, банкам тоже все-таки придется пойти на услуги, потому что сейчас эти неплатежи станут массовые у людей. Люди тогда выдержали и 8 курсов, и 13 выдержали, и все равно как-то платили, сколько я знаю, многие. Ну, курс 25, это уже нонсенс, а на этом, я так понимаю, все это не остановится, еще раз повторюсь. Так что вот так, пишите заявлением, ждите их ответов. Пишите, квартиру на сегодняшний день никто у вас не заберет, я думаю, дом, тот же квартиру. Если, конечно, у вас там не какой-то особняк, пентхаус, там немножко другие. Если это, я говорю, о среднестатистической семье, о среднестатистическом доходе, в принципе, кто там брал эти кредиты до 2008 года. Вот такая вот ситуация. Надо, я считаю, бороться, надо не сдаваться, постараться. Вы столько лет платили этому банку, а насчет того, что, допустим, платить часть денег, не платить все, допустим, деньги. Ну, там 25 тысяч платеж, а платить 15. Там есть пеня, есть штрафные санкции, она вот как раз эти 15 тысяч, там 10, сколько у вас есть, сожрет на пеню, на штрафные санкции, все равно насчитают и все равно. Если, грубо говоря, у вас есть обязательства, которые вы должны исполнить, в эквиваленте заплатить 1000 долларов, вы должны его исполнить до одной копейки. Если уже хоть на чуть-чуть идет неисполнение, то это возможность банку насчитать штрафные санкции, насчитать пеню, в общем, применять всякие там действия и так далее. Так что вот так. Советую кредиты, еще раз повторюсь, никому не платить на сегодняшний день валютные у кого и договариваться с банком. Я думаю, рано или поздно, сейчас они все придет к этому, что все-таки банки, мне кажется, должны будут договориться. А если будет еще что-то хуже, дефолт в стране полный и так далее, ну, тем более, тоже платить я смысла никакого не вижу. Потому что платить сумму с какими-то огромными нулями за квартиру, которая ничего не стоит, на сегодняшний день я не вижу. Так что все. Если видео было полезно, пишите комментарии, ставьте лайки, пальцы вверх, подписывайтесь на новые видео. Постараюсь всем ответить в комментариях. Спасибо.